Уважаемые коллеги, следующий доклад Рискодаптивная стратегия лечения пациента с лимфомой Ходжкина Доклад сделает Алексей Сергей Михайлович, руководитель отделения трансплантации костного мозга Института онкологии Петрова Будьте добры Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый Борис Владимирович, уважаемые коллеги В первую очередь позвольте поблагодарить организаторов за возможность выступить на камерном мероприятии И тема моего сегодняшнего сообщения будет посвящена рискодаптированным стратегиям лечения лимфомы Ходжкина Ну, исторический экскурс, да, раз уж Томас Ходжкин поставил Впервые описал пациентов с той симптоматикой, которая сейчас называется лимфомой Ходжкина То фактически в то же время была предложена и комплексная система первого лечения пациентов с лимфомой Ходжкина Но при этом мы знаем прекрасно, что был произведен чуть позднее интерспективный анализ того материала Которым Томас Ходжкин ставил диагноз лимфомы Ходжкина И у какого-то количества больных злокачественной опухоли не оказалось Это были изменения, характерные в том числе для туберкулеза Ну, надо сказать, что на сегодняшний день основные успехи химиотерапии связаны с лечением лимфомы Ходжкина История химиотерапии этой злокачественной опухоли имеет достаточно долгую историю И дает свое начало с конца 19 века Но наиболее активные и наиболее значимые изменения произошли, безусловно, в 20 веке, во второй половине Ну, в первую очередь, началу химиотерапии мы должны сказать спасибо Появлению боевых отравляющих веществ, производные которых, собственно, и стали первыми противоопухолевыми агентами Ну, а в дальнейшем, в 60-е годы, это начало применения хлорамбуцила и венкойстина В 64-м году американским институтом по исследованию рака был впервые предложен многокомпонентный подход К лечению лимфомы Ходжкина была предложена схема МОП И в 81-м году впервые была предложена комбинация противоопухолевых препаратов Известная сейчас как АБВД, включающая доксорубицин, блеомицин, венбластин и дакарбазин Который на сегодняшний день является фактически золотым стандартом лечения некоторых, назовем так, форм лимфомы Ходжкина Ну, мы уже сейчас находимся в 2016-м году, поэтому некие простые подходы уже не совсем приемлемы И на сегодняшний день лечение лимфомы Ходжкина, как, в общем, лечение других злокачественных заболеваний Лимфома Ходжкина вдвойне важна по той простой причине, что это потенциально куративное заболевание Представляет собой достаточно сложный многокомпонентный подход, состоящий из большого количества алгоритмов Учитывающих не только гистологический вариант опухоли, но и различные биологические ее особенности Течения и биологические проявления Ну, вот, как пример, подход терапевтический к одному из клинических подвариантов лимфомы Ходжкина Всем вам известного руководства Американского института рака за 2015 год Ну, фактически сейчас нам необходимо внутри каждой подгруппы выделить Предложить такой объем химиотерапевтической и радиологической помощи Чтобы обеспечить пациенту так называемую золотую середину То есть, чтобы больного и недолечить, и не перелечить В связи с этим на сегодняшний день выделяются следующие клинические группы В первую очередь, это классификация, ну, клинические проблемы, да Лечение пациентов с локальной стадией без фактора риска С локальной стадией при наличии нескольких факторов риска Достаточно сложная группа, да, это пациенты с распространенными стадиями Безусловно, с появлением современных методов радиоизотопной диагностики В данном случае МГМА позитронно-эмиссионной томографии и ее широком применении Необходимо установить ее место и диагностическую значимость Лечения различных групп пациентов с лимфом и Ходжкина Безусловно, мы не можем не отметить, что Несмотря на относительное благополучие Как сказал Алексей Михайлович в пресном слове До 20%, а по некоторым данным и до 40% пациентов Имеют резистентное или непрерывное ацидивирующее течение Мы, безусловно, должны задуматься о перспективах улучшения Именно результатов начального лечения И не можем не остановиться на отдаленных последствиях Поскольку иногда интенсивная терапия Имея лучшие ближайшие результаты Нивелирует свою значимость нежелательными отдаленными последствиями В первую очередь, это вторичная опухоль И гематологические лимфомы, лейкозы Но и злокачественное новообразование других локализаций Большую часть доклада в общей участии Мы посвятим все-таки немецкому подходу к лечению лимфомы Ходжкина По той простой причине, что у себя в клинике Мы не стали выдумывать велосипед И практически с точностью Лечим больных в соответствии с предложенной Немецкими авторами стратификацией на группы риска Ну и надо сказать, в дальнейшем мы представим эти данные При даже описательном их характере Мы были в общем достаточно приятно удивлены полученными результатами Поэтому в связи с этим выделяют три группы Раннюю, прогностически благополучную Промежуточного риска Фактически это локализованная стадия с факторами риска И распространенную стадию Какие факторы риска мы учитываем Это медиастинальная опухоль, экстронодальное поражение Ускоренное СО и поражение более трех зон В нашей повседневной практике Даже наиболее часто Учитывая то, что у нас онкологический стационар Многопрофильный Мы достаточно часто получаем пациентов Из таракальных отделений После диагностических торакоскопий Даже единственную медиастинальную опухоль Мы тоже относим как прогностически неблагопоятный фактор И только наличие данных образований Уже приводит к тому, что мы все-таки Стратифицируем пациентов в группы промежуточных Стратифицируем пациентов в группе промежуточных Начнем с самого простого Стадия 1-2 без факторов риска В 2010 году были опубликованы данные Джоман Ходжкин стадии группы HD10 trial Смысл Можно ли уменьшить объем химиотерапии Можно ли уменьшить объем лучевой терапии И как это отразится на эффективности лечения Соответственно, пациенты были поделены на 4 группы 2 группы получали по 4 курса БВД Но была разница в 10 грей в дозе лучевой терапии В двух других группах была уменьшена доза химиотерапевтического лечения Но также сохранялось разделение на объемы лучевой терапии Наиболее показательное сравнение крайних групп 1 и 4 То есть это те пациенты, которые получили максимальную химио-лучевую терапию И минимальную химио-лучевую терапию И выяснилось, что результаты и общей выживаемости И выживаемости свободные от неудач лечения Они абсолютно идентичны Таким образом, можно сказать, что Встречаясь с пациентами в 1-2 стадии без факторов риска Достаточно проведения двух курсов химиотерапии по протоколу БВД И 20 грей лучевой терапии на первичные очаги Или на резидуальную опухолевую массу Собственно, значение позитронно-эмиссионной томографии В этой категории больных еще окончательно не установлено Поэтому на сегодняшний день идет еще перспективное исследование Немецкого автора HD16 Где уже после принятия решения об объеме химио-лучевого лечения Пациенты в экспериментальной группе стратифицируются на две подкатегории По результатам промежут окончательного позитронно-эмиссионного обследования Те пациенты, у кого удалось добиться ПЭТ-негативных ответов В результате индукционной химиотерапии Они отправляются на динамическое наблюдение Те же пациенты, у кого ПЭТ-позитивный ответ присутствует После окончания химиотерапии Эти пациенты отправляются на лучевую терапию в дозе 20 грей Фактически смысл понять, что можно ли совсем избежать лучевой терапии У этой действительно прогностической категории больных Потому что вдвойне будет обидно иметь пациента с локализованной стадией Который будет иметь какие-то вторичные опухоли И таким образом нивелировать эффективность лечения Как еще пытаются улучшить лечение пациентов прогностически благополучных? Безусловно, это Бентуксимаб Понятно, что на сегодняшний день у него несколько иные показания Но все равно его пытаются всячески имплантировать Если так можно сказать, в различные другие схемы и этапы лечения Чтобы уменьшить токсичность, получить сопоставимые результаты Поэтому вторая фаза исследования Джоман-Хочкин стадии группы в 2013 году начатая Которая предполагает практически полную отмену применения системных цитостатиков в группе А Ограничившись четырьмя введениями Бентуксимаба Единственное, что доза, которая используется, находится сейчас в дискуссии Это или 1,8 мг на кг веса пациента, или 1,2 мг на кг веса пациента И, соответственно, введение Бентуксимаба консолидируется лучевой терапией Или же полная отмена лучевой терапии Замена этого этапа этапом использования Бентуксимаба после химиотерапии по протоколу В данном случае АБВД, кто сталкивается и с исследованиями, и с лечением Бентуксимабом Знают, что блеомицин и Бентуксимаб действуют фактически синергично И введение одного препарата с другим увеличивает вероятность развития тяжелых пульмонитов Следующая группа – это пациенты локализованных стадий, но с факторами риска И с наличием или отсутствием симптомов опухолевой интоксикации Какова же тактика здесь? Учитывая то, что значимых результатов путем изменения объема лучевой терапии При использовании протоколов по схеме АБВД достичь не удалось Появились, естественно, идеи каким-то образом интенсифицировать это лечение В первую очередь за счет использования многокомпонентных схем противоопухолевой терапии В данном случае в исследовании HD11 был предложен протокол Биокоп Абсолютно такой же дизайн Четыре группы пациентов, по две группы в каждом режиме химиотерапии И разная лучевая нагрузка И при сравнении этих результатов выяснилось, что данные общей выживаемости И без прогрессирования выживаемости Они тоже абсолютно идентичны За исключением, вернемся обратно Группы, где пациенты получали АБВД И небольшой объем лучевой терапии Таким образом, учитывая большую токсичность химиотерапии по схеме Биокоп Более сложная ее воспроизводимость Потому что пациенту необходимо несколько дней находиться в стационаре И плюс приезжать дополнительно для введения противоопухолевых препаратов И в другие дни сложилось впечатление, что от применения схемы Биокоп У этой категории пациентов можно отказаться И химиотерапии по протоколу АБВД и 30-ти грей-лучевой терапии Будет вполне достаточно, чтобы иметь сопоставимый терапевтический эффект Но все равно попытки продолжались каким-то образом интенсифицировать терапию И в HD14 появился протокол Биокоп эскалированный С фактически двукратным увеличением доз целого яда противоопухолевых препаратов И здесь протокол потерпел некоторые изменения Против четырех курсов АБВД появилась схема 2 плюс 2 Два курса эскалированной терапии, два курса стандартной терапии С абсолютно одинаковым объемом лучевой нагрузки Несмотря на то, что результаты общей выживаемости абсолютно сопоставимы Выживаемость свободной от неудач лечения оказалась выше в группе пациентов Которые получали химиотерапию по протоколу 2 плюс 2 Таким образом, на сегодняшний день Понятно, что нельзя говорить о том, что это стопроцентный стандарт Но у себя в клинике мы пошли именно по этому пути И у пациентов прогностически промежуточных мы используем подобный терапевтический подход Поэтому, как можно подвести кратко итоги лечения локализованных стадий? В первую очередь, это полихимиотерапия Это стандарт лечения Были попытки контролировать опухоль токолучевой терапии Результаты оказались значительно хуже, чем при использовании даже токохимиотерапии Современная химиотерапия позволяет добиться полного излечения Это очень важно, особенно при планировании этой терапии Но действительно возможно развитие вторичных злокачественных новообразований Ну и каких-то отдаленных осложнений Которые могут каким-то образом нивелировать результаты нашей лечения Но, к сожалению, не просто ухудшить качество жизни пациентов Но и иметь какие-то летальные исходы Как выглядит собственная терапевтическая тактика? При отсутствии прогностически неблагопоятных факторов Это два курса БВД плюс лучевая терапия При их наличии это протокол 2 плюс 2 плюс лучевая терапия Или в каком-то случае, если проведение курсов биокопа скалированных невозможно А чаще всего это какие-то инфраструктурные проблемы Тогда это БВД случевой терапии ПЭТ активно применяется действительно на предмет эскаляции и деэскаляции терапии Но все равно на сегодняшний день окончательное значение еще не определено Ну и безусловно, учитывая высокую токсичность эскалированного биокопа Необходим поиск менее токсичных режимов противоопухолевой терапии Следующий этап – это распространенная стадия Но здесь вопросов на самом деле тоже два Это АБВД или биокоп-бейст схемы и стандарты и перспективы Почему первый вопрос звучит как бы АБВД или биокоп? Все мы знаем, что американские авторы, американские центры достаточно часто независимо от стадии и набора прогностических факторов В подавляющем большинство пациентов используют протоколы БВД И только пациентов, у которых высокие индексы прогностические с высокими значениями 4 и 5 Только в этом случае применяется схема биокоп-эскалированной Биокоп-эскалированный показал свое преимущество Здесь сравнивается ветка А Это получается желтый цвет – это АБВД Ветка Б – это темно-синий цвет – это биокоп-бейст И ветка С – голубой цвет – это биокоп-эскалированный Ну вот видно, что безусловно, все индексы и общей выживаемости и выживаемости свободны от неудач лечения Они лучше при применении протоколов биокоп-эскалированной Что касается сравнения их просто с собой Вот это мы видим результаты абсолютно идентичные Это показали не только немецкие авторы, но и итальянская группа Вивиани Следующий вопрос – сколько курсов химиотерапии проводить? 6 или 8? У нас здесь приведены данные Джоман-Хочкис-Сайдгруппы Исследования HD15 Но мы видим, что результаты при использовании меньшего количества курсов химиотерапии Они даже лучше, чем при использовании 8 курсов биокоп-эскалированный Или при использовании 8 курсов биокоп-14 Поэтому спекуляции относительно использования у пациентов с распространенными формами биокопа или АБВД Можно считать, что заканчиваются Но все равно необходим поиск каких-то более оптимальных и менее токсичных подходов Но в первую очередь это опять же бентуксимаб, содержащие режимы Это международное исследование, многоцентровой эшелон 1 Где сравнивается у пациентов с распространенной формой химиотерапия АБВД против АБВД плюс бентуксимаб Но поскольку это исследование, набор у него только закончился И результаты его не опубликованы Поэтому таким образом мы можем знать, что оно просто есть Это один из вариантов получения хороших результатов при минимальной токсичности Но пока преждевременно об этом говорить Ну и безусловно, второй важный подход терапевтический, диагностический И он активно сейчас используется всеми клиническими группами Это эскаляция или деэскаляция терапии у пациентов с распространенной формой На основании интерпретации результатов ПЭД Здесь данные тоже достаточно противоречивы Поэтому это просто какая-то, можно сказать, ближайшая перспектива Поэтому что определяет успех в лечении первичных пациентов? В первую очередь, это рациональные подходы в лечении То есть и не должно быть недолечить, не должно быть перелечить Во-вторых, это адекватная маршрутизация больных Это тоже очень важно К сожалению, в Российской Федерации существует ограниченное количество центров Которые способны оказывать пациентам все виды медицинской помощи То есть от постановки диагноза От адекватного гистологического заключения До высокодозной терапии Аутологичной логенной трансплантации костного мозга И, безусловно, это приводит к тому, что все-таки отсутствует преемственность В лечении пациентов То есть в виде неудачи лечения Достаточно часто темп лечения теряется Из-за каких-то бюрократических проволочек Большей части всего этого у нас нет Поэтому на сегодняшний момент Вот эти основополагающие моменты организационные Они являются основными причинами неудач в лечении лимфома Ходжкина В нашей стране Безусловно, есть федеральные стандарты Утвержденные Министерством здравоохранения еще в 2006 году Но они, к сожалению, на сегодняшний день не отражают Тех терапевтических подходов, которые используются в МИИ Из того, что положительно В 2013 году в первой редакции вышли клинические рекомендации По лечению злокачественных лимфом Они большей своей частью отражают Общемировую практику И, в общем, каким-то образом По крайней мере, доносят информацию О современных трендах до большей части врачей Хотя, я думаю, что коллеги не дадут соврать Что, несмотря на их выход Количество пациентов с неудачами лечения Фактически, наверное, нисколько не уменьшилось В сравнении с предыдущими годами Что касается нашего института Ну вот, мы до этого уже говорили Что больше трех тысяч Впервые диагностированных больных Мы взяли небольшой пул С 1 ноября 2013 года В институте получило лечение Больше 200 пациентов с лимфомой Ходжкина На самом деле их сейчас уже почти 300 До 50 человек у нас находится Сейчас на разных этапах лечения Больше 30 больных у нас участвовало В клиническом исследовании Поэтому мы в силу юридических причин Не можем анализировать эти данные Но вот на сегодняшний момент Есть 90 первичных больных Которые уже закончили лечение И мы попытались просто Поскольку мы применили Эти подходы Рискоадаптированные к их лечению Мы попытались каким-то образом Хотя бы обзорно проанализировать Полученные результаты И действительно были достаточно приятно удивлены Ну вот они так распределились по полу На этом мы не можем повлиять Женщин оказалось больше, чем мужчин Ну и вы видите, средний возраст Тоже достаточно молодой 33 года средний возраст мужчин И 32 года среднего возраста женщин Но это еще можно объяснить тем Что все-таки мы являемся федеральным центром И основные задачи отделения Находятся все-таки в русле интенсивной терапии Поэтому вполне возможно Что какое-то количество пожилых пациентов Отправляется в лечение от стационара По месту жительства Но это чаще всего те больные Где нет возможности полностью реализовать Те идеи, которые у нас есть Но подавляющее большинство больных Это была классическая лимфома Ходжкина Было два пациента с лимфоидным преобладанием И два пациента с недифференцированным вариантом Как они распределились по стадиям Ну, три пациента были в первой стадии Три процента, сорок четыре Нет, три пациента Сорок четыре пациента Во второй стадии Ну и вы видите достаточно большое количество пациентов Со распространенными стадиями Ну это фактически 15 плюс 30 Сорок пять человек Половина от всего количества По наличию B-симптомов 50 на 50 Экстронодальные поражения были только у 16 Поражения селезёнки у 14 По наличию балки опухоли Образование размером больше 10 см У шести пациентов мужчин было балки опухоль И у 18 человек женщин Как они распределились по IPS Подавляющее большинство это безусловно 0,1,2 Но вот вы видите, что Т3,4,5 это практически 30% пациентов То есть треть абсолютно прогностически неблагоприятных больных Как же мы их лечили? 34 пациента получили химиотерапию по протоколу ОБВД Это были пациенты из прогностически благоприятной группы Это локализованные стадии без неблагоприятных факторов 21 пациент получал химиотерапию по протоколу Биокоп эскалированный И 35 пациентов по протоколу Биокоп эскалированный плюс ОБВД Но надо сказать, что всё равно мы старались всем больным Несмотря на организационные сложности Выполнять позитронно-эмиссионную томографию До начала лечения В процессе лечения после двух курсов химиотерапии Её по окончанию Но просто не стопроцентный обхват пациентов этими исследованиями И учитывая, что всё равно выборка недостаточно большая Мы пока решили эти данные никаким образом не анализировать А просто их накапливать у дальнейших пациентов И вот какие результаты мы получили В локализованной стадии с благоприятным прогнозом У нас общий ответ составил 100% И вот ожидаемая выживаемость безоэцидивная 97% Фактически у нас только одна пациентка Через несколько месяцев оэцидивировала И она продолжила лечение в институте имени Раисы Максимовны Горбачёвой Раисовна знает, наверное, Азаркевич Вот это единственная пациентка из этой группы У которой случился ранний оэцидив У всех остальных всё достаточно благополучно Что касается локализованной стадии неблагоприятного прогноза Где мы использовали эскалированные биокопы АБВД Один первичный эзистентный больной Все остальные больные в полном ответе И на сегодняшний день у нас нет ни одного больного Который бы рецидивировал И в распространенной стадии этих больных было меньше Вы можете сказать, что их на самом деле мы показывали много Но просто учитывая наличие последнего клинического исследования Какую-то часть прогнозически неблагоприятных больных мы включили туда Поэтому доля пациентов, получающих химиотерапию по протоколу биокопы скалирования Несколько уменьшилась Но фактически большая часть из них на сегодняшний день Действительно уже прожила два года И у нас в этой группе нет ни одного эйцидива Безусловно, вначале нас несколько напугала запредельная токсичность У нас было большое количество осложнений Но это имело и некие организационные причины Справившись с которыми на сегодняшний момент Никаких трудностей и никаких инфраструктурных проблем К широкому применению этой схемы у нас нет Поэтому какие выводы можно сделать на основе таких скромных полученных результатов Что в первую очередь Это мы сравниваем с теми пациентами, которые к нам приезжают из регионов И с теми проблемами, которые мы видим В первую очередь основа применения этих методик Это полное обследование Это современный гистологический диагноз Это компьютерная и позитронно-эмиссионная томография Это тайпанобиопсия костного мозга Хотя в последнее время есть мнение, что позитронно-эмиссионная томография Дает возможность не делать тайпанобиопсии Что данные и там достоверны Оказалось, что это все легко воспроизводимо и высокоэффективно Действительно, у нас был целый ад исходно проблем Но они касались технических сложностей Которые мы достаточно быстро преодолели И сейчас никаких проблем с этим нет Ну и надо сказать, что несмотря на неоднозначность данных Все равно позитронно-эмиссионная томография На сегодняшний день это ключевой инструмент Для планирования терапии Как индукционной, так и вариантов ее эскаляции и деэскаляции И для оценки эффективности лечения Спасибо за внимание Какой процент у вас из этой группы больных получал лучевую терапию ранних стадий И какой процент распространенными стадиями Ну, вы знаете, в распространенной стадии пациентам после эскалированного биокопа Мы лучевую терапию не проводим Не проводится Если мы имеем ПЭТ-негативный ответ То мы на этом лечение пациентов останавливаем Это, в принципе, соответствует А если экстроназальные очаги, остаточные экстроназальные очаги, кости Ну, у нас таких больных не было, чтобы были кости Поэтому мы, если эскалированная химиотерапия, мы останавливаемся Что касается промежуточных больных Из группы промежуточного иска Из группы низкого иска Здесь ситуация такова, что, поскольку непонятно, как интерпретировать часто результаты ПЭТ Те, кто остается в ПЭТ-негативном статусе Мы тоже их стараемся не облучать Учитывая, что чаще всего это больные исходно с небольшими образованиями И на фоне химиотерапии удается достичь практически полного регресса И нормализации размеров лимфатических слов То я думаю, что Я действительно ошибся, что не представил эти данные Но думаю, что не больше 15% больных У нас получало Учитывая терапия Понятно, спасибо И до сих пор остается много неясностей Большие различия между странами Ну, условно я скажу, Европа И Северная Европа Немецкоговорящая Европа И Америка, допустим В России Петербург, Москва По поводу первичной линии Ну, правильно Что не надо Боимся недолечить Но боимся и перелечить И вот эти вот поиски и сомнения Они все время продолжаются И вот то, что вы попытались Там небольшое количество больных Но это очень такая, по-моему, важная попытка Здесь сразу же можно сказать Мы немножко перекинулись так Мнениями перед началом Закова Васильевичем О том, как бы ведущим институтом Объединиться в этом плане Ну и особенно в плане первой линии терапии Вот, чтобы набрать соответствующее количество больных Но у меня к вам вопрос Вот скажите, пожалуйста При распространенных формах Вы, как и многие другие Полностью ориентируетесь на биокоп эскалированный И никогда не пытались использовать АБВД Или гибрид биокоп АБВД С таким вот расчетом Чтобы потом сделать ПЭД Если покажется, что это недостаточно Ну, интенсифицировать терапию АБВД вообще не упоминается у вас При диагностике распространенных форм Мы в ситуации с распространенными формами Просто этих больных мало И сейчас сложно дать какую-то там объективную оценку Но мы наоборот идем по деэскалиционному пути То есть мы проводим сначала интенсивную химиотерапию Потом проводим позитронно-эмиссионную томограмму И там в ряде случаев Если пациент оказывается под негативным Мы понижаем эффективную токсичность терапии И сходим до АБВД Что касается эскалированных подходов От АБВД к биокопу Эскалированных есть какое-то количество таких больных Но это больные просто после двух курсов АБВД Не достигшие даже стабилизации То есть это фактически пациенты прогрессирующие На фоне терапии Но вот рутинно мы эскалацией не занимаемся А в основном сейчас есть такой у нас Можно сказать тренд на деэскалиционную терапию Но это обусловлено в первую очередь действительно Тем, что поначалу мы даже пытались проводить 8 биокопов Но столкнулись с большим количеством инфекционных осложнений Потом мы понизили до 6 Все равно какой-то процент пациентов Не выдерживает темп лечения В первую очередь из-за инфекции Плюс это безусловно Ну и даже наши немецкие коллеги говорят Что все-таки 6 эскалированных биокопов Это для тех пациентов, кто до 40 Да, даже вот такая грань Не 45, не 50 Хотя это тоже молодые люди А до 40 Поэтому есть у нас такие пожелания Вполне возможно снизить терапию Но это будет зависеть в том числе От тех данных по позитронно-эмиссионной томографии Которые мы сможем сами получить Сами проанализировать и сами понять Здесь действительно же больных немного Но здесь смысл в чем этого маленького наблюдения Что это данные перспективные То есть это одинаково леченные Одинаково обследованные Достаточно полно обследованные больные С достаточно жестким соблюдением сроков лечения И с очень высоким уровнем преемственности Поэтому если в дальнейшем нам удастся Может быть и как-то с другими центрами Все это объединить То фактически мы имеем до 100-120 пациентов С лимфомой Ходжкина в год 70-80 это первичных больных И до 40 неудач Это на мой взгляд достаточно большие цифры Опять же учитывая то, что мы, вы И вместе с институтом радиологии Можем оказать действительно полный объем помощи Замкнутый, то может быть в дальнейшем При появлении новых наших данных Действительно речь станет о том Что мы будем понижать интенсивность терапии Я думаю, что не только мы, вы А вот пользуясь тем, что Алексей Михайлович Главный онколог северо-запада Я главный гематолог северо-запада Но там же больные разбросы Кто лечится в диспансера Ну это отдельная проблема Мне кажется, что нам надо подумать О том, чтобы какой-то был Более-менее такой стандарт на северо-западе Где мы что-то вместе можем сделать Мы не можем повлиять на другие регионы Там свои взгляды и так далее Но это вот крайне важное исследование И здесь, конечно, играет закон больших чисел Для того, чтобы сделать Мне кажется, что вот если вот собраться Поскольку здесь уже лечение инициировано По поводу первичных больных Мне кажется, ну я так понял, четвертая ветка не исключается Я имею в виду биокоп, а потом АБВД И вот пока мы еще далеко от них не ушли Ну я имею в виду институт онкологии Попытаться присоединить максимальное количество больных В том числе и количество больных на северо-западе Вот, может быть, мы с вами инициативируем Ну здесь это единственное, что лимитируемся мы только Возможности позиторонно-эмиссионной Это могло быть Да, но в данном случае я вот думаю, что Может быть, мы бы взяли это на себя Там попросили бы фонд Купить билет Там с Мурманска или Архангельска Где нет Ну Псков-то там, Новгород Это вообще проще И с кем-нибудь из учреждений, где есть ПЭД Заплатив за них Ну тоже фонд бы попросили Вот, я понимаю, это сложно Но, тем не менее, возможно Потому что на более поздних этапах Ну там эти центры Единичные такие исследования Немного центровые, а исследования в одном центре Они еще проходят Но на начальных этапах Конечно, здесь никто не обратит внимания Тем более при таком очень большом разбросе Ну вот вы говорили А я в лицах Видел выражение лиц Наших некоторых ведущих специалистов Наших коллег из Москвы И так далее И чтобы законить Суммируйте, пожалуйста, такую вещь Чем все-таки отличается Тактика ведения Выбор первой линии терапии В Соединенных Штатах Ну в Германии И окружающих странах Может быть там другие Южная там Европа Ну все-таки Америка и Европа Вот как это все Вы видите? Ну американская тактика Больше все-таки настроена На широкое применение АБВД Независимо Распространенности Процесса Переходит на интенсивные режимы Только в случае Наличия пациентов Помимо распространенной стадии И высокого прогностического индекса 4-5 Ну знаете, наверное Это еще Определенным образом Условлено доступностью Второй линии терапии Потому что Если центр понимает Что в случае неудачи лечения Он может сделать свич На что-то другое То вполне возможно Что можно позволить себе Полечить пациентов Чуть послабее Ну а вот У немцев Все наоборот Ранее интенсивная терапия Ну опять же В тех группах Где нет значимого прогресса На фоне стандартной терапии Поэтому, наверное Вот в этом есть Определенное отличие Я боюсь давать молодым больным Эскалированный биокоп То есть мы даем Но всегда остается Такое впечатление Что ты переберешь Пожалуйста Анатолий Байдз Не только Швейдинные штаты Америки В распространенных стадиях Используют АПВД Это еще вся Италия, Швейцария, Франция То есть весь юг Европа Да, весь юг Европа И правильно Вот то, что Сергей Михайлович говорит Доступность трансплантации Но в Петербурге Трансплантация доступна Это наш центр Ваш центр Алмазовский центр Да, алмазовский центр То есть в Петербурге Хорошая ситуация Для трансплантации Тем более ауто Тем более при лимфоме Кочкина Где Ну не такие уж осложненные ситуации И поэтому Биокопы мы проводили 5 лет назад Даже еще, по-моему 3 года назад у нас были Эскалированные биокопы И потом Примерно 3 года назад Мы от них отказались И перешли на БВД При распространенных стадиях Если что-то идет не так После второго цикла Или после четвертого Мы переходим просто На вторую линию терапии Это ЭТХАП, АСИ И так далее С последующей трансплантации И мы таким образом Не перелечиваем пациентов То есть общую популяцию Мы не перелечиваем Да, я как вы понимаете Это знаю Но у меня такое впечатление Что мы, идя по американскому пути Частично Смягчая терапию Без вот таких наших Многоцентровых Рандомизированных исследований Мы можем иметь большие дискуссии С другими коллегами Которые Не, ну фактически Да, здесь надо Искаляться Или деэскаляться И все Ну вы же знаете Если вы скажете Я АБВД В том числе Не исключаю И перераспространенных стадиях Вы знаете реакцию Это Разброс большой Вот у Николая Васильевича Есть свое мнение По этому поводу Вот Поэтому я и говорю Сразу вот так вот получилось Мы собрались Может быть Алексей Михайлович Проявит инициативу В плане Главных Онкологов Вот этих районах Я Главных гематологов Мы их соберем вместе Совместное такое мероприятие Нашего университета Института онкологии И мы постараемся Или вы постараетесь Или мы вместе постараемся Вот как мы в прошлый раз сделали Оплатить им все Обеспечить гостиницу И посидеть там день-два Но монотематика Лимфома Ходжкина Понимаете Не так всего Понимаешь Мы сейчас прошлись По всем Патологиям Ага Лимфома Ходжкина И вы правильно говорите Что в Петербурге Хорошая ситуация Она Очень хорошая Все есть Да Только надо Объяснить Да пожалуйста Но она фактически Действительно лучшая в стране Конечно Да Вот я не осмелился Сказать это слово Поскольку узнаю Что интернет идет Не хочу спорить Может на спище смотрят Ну согласен По охвату взрослого населения Она Однозначно Согласен Что касается Разницы Европы и Америки То во первых Надо упомянуть Что в Америке Стэнфорд 5 Активный используется Такая длительная Тяжелая схема Это первое И второе У них конечно Лучевая терапия Очень сильно развита И активно Применяется Шире Чем в Европе Сергей Михайлович Ну это как бы уже Дискуссия Все-таки Надо придерживаться Стандартов лечения Конечно Вот указать Лучевой терапии Я удивился Что вы сказали Что в 15% Получают больных Хотя Они у нас по-моему Все Вы заметите Слушайте Ассенфорд 5 По-моему Как-то идет Практически Не используется Да Поэтому Я бы Ассенфорд 5 Сейчас Можно Пожалуйста Действительно Алексей Михайлович У нас смотрит Москва И поэтому Есть ряд вопросов Из института Герцена Первый Как вы относитесь К ПЭТ Негативным Большим Остаточным Образованием После БИОКОП 14 У пациентов С распространенными Стадиями И массивной опухолью По нашему опыту Их следует Облучать Ну Мы не используем БИОКОП 14 Поэтому у нас Своего опыта нет Но безусловно Есть такая точка зрения Что индивидуальная опухоль Разбирая больше Двух с половиной Сантиметров Подлежат Лучевой терапии Противоречий нет Но Однозначно Сказать Надо это делать После такой интенсивной Терапии Или не надо Вопрос тоже Достаточно Искутабельный Здесь бы мнения разделились Некоторые бы пошли По смене Линии терапии Платинсодержащие Препараты Некоторые бы Добавили Брентуксима Пведатин Другие бы пошли По линии обучения Ну Опять же Да Потому что ПЭТ Иногда сложно Интерпретировать И иногда ПЭТ Негативный ответ Он не совсем Такой Который должен быть У нас в университете Мы меняем Линию терапии Еще вопрос Также Института Герцена Есть ли опыт Применения Неволюмаба У пациентов С рефракторными К нескольким линиям И после аутотрансплантации У нас лично Еще нет А вот Наталья Боисовна Есть Мы пролечили Порядка 20 Начали лечить Около 20 Пациентов 20 Наверное Уже Есть 22 Пациента Некоторые Из них Получили По 4 Введения Неволюмаба За исключением Одной Пациентки У всех Уже на первых Введениях После второго Введения Неволюмаба Мы видим Клинический Позитивный Ответ В виде Уменьшения Периферических Лимфоузлов Исчезновения Б-симптомов Уменьшения Или исчезновения Болей Пока Мы После Шестого Введения Будем Проводить Объективное Исследование В виде ПЭТ Или Компьютерного Тома Причем Обратите Внимание Это очень тяжелые Больные Лимфомы Ходжкина К сожалению Нет Матери Ирина Владимировна Подобно Организовала В свое время Регистр По лимфопролимперативным Заболеваниям Но По всем Лимфопролимперативным Заболеваниям И там Есть Достаточно Представлены Лимфомы Ходжкина Это Те данные Которые Каждый Центр Счел Необходимо Возможно Для себя Представить В этот Регистр Поэтому Какую-то Общую Картину По Стране Этот Регистр Конечно Отражает Но Это Надо Обращаться Мы же Были С вами На Экспертном Совете Что Картина Отражает Ужасающе Но Она И отражает То Что Есть В нашей Стране